Посмотри, вот так, наконец-то повернулся. Все до одного фуражки, даже у Вани, а ты вперёд. Почему ты вперёд? Да никто же не спрашивает на дорогах, удобно-неудобно ехать. А в это время его клеймит и клеймит милиционер. А мне неудобно ехать на зелёный, я буду на краску, ещё получится. Так солнце, да? Смерть получится. Тебе сказано, нельзя, нельзя, всё, лёг, неудобно, спать, я буду играть. Сели за стол, не облакачиваются, а мне так удобнее. То есть, по-твоему, нигде не будет, а ты тебе здесь ещё что-то, какая-то поблажка. На земле нет поблажки, нигде. Жук жуёшь, картошку пожирать, мне всё равно. Что будет? Бодельки одни, всё слопается. Проволочку давай себе на трёх. Воровать придётся, очень быстро вором сделаешься. Чтобы не быть вором, надо хорошо работать, чтобы всё было, как Игорь Барабаш. Одновременно у него 200 гектат пашни, 36 крупного рогатого скота, овечек 70, курица, огородки. Посмотрите, что у него в огороде есть. И работает ещё. Гречиха, овёс, горох посеял. Это работник. А это какой работник? Ты только смотришь, где улицу, за подолом потащишься. Это слишком дорогая цена. Ты ещё не понимаешь, ещё вот поэтому у тебя веры нет. А была бы вера, был бы страх Божий. Как раз об этом ещё рано занятия говорили. Вы не пришли. А ещё спросите, фильм-то не знаете. Вот сегодня и посмотрим. Какой фильм? Я, главное, поехал в лагерь-то и гляжу, идут третьюковые глушковские девчонки. Я их уже не спутываю, даже не знаю, кто мне. Я поговорил, потом им дадили знать. Откуда дровишки? Галя сказала, чтобы вас дождать. Откуда дровишки? Тихоныч, скажите ваше мнение про роман Мастера Маргариты. А ты смотрел? Я читал. Собачье сердце. Нет. Собачье сердце не смотрел? Нет. А там как-то профессор, она показывает, говорит, а вот написано в календаре. Зина в печку. Вот так это. Зина в печку. Потому что автор один и тот же. Он ни одного события не изобразил так, как написано. Он имел общение с течистой силой, как Высоцкий. Ему все время черт являлся. Булгаков. Михаилов. И с этим он жизнь свою закончил. Сталин прибрал к Москве. Ну, еще Высоцкого скажешь, героя поставить? Нет. А он наркоман, блудник, матерщинник, табакур. Да все. Талант Бог дал. У него настоящий талант был. Он загубил все. Ничего, говорит, нет. Я вижу в церкви, говорит, стоит черт передо мной. И он тащит его. Он сам пишет об этом. И понятно, что это никакой не герой. Ничего не счастный человек. Несчастный. Если мучились, не знали, что делать, так и помер. Бог дал ему настоящий талант. Поэтический дар. Пение какое там хрипит. С таким голосом разговаривает, и то опасно. А он там что-то хрипит, что-то подражает ему. Ты знаешь, Бориса Штокова? Не слышал. Не слышал? Даже не слышал. Понимаете, какое Ваше ограниченное знание? Это лучший певец. Я не знаю, баритон или бас, как его называют. То есть выжил? Его вычислил Шухов. Когда узнал, куда важный был. Он говорит, что на свое место там офицера, солдата я найду. А как голос, то не найду. Ну дальше консерватория, можно. Тихо, Баня. Как он поет, послушал. Ему не надо кривляться, прыгать. Как родные Моисеевы, там другие. Он стоит величественно. Огромного роста мужчина, как Шаляпин. Федор Иванович. Генщик, не гони на шаде. Как он поет, содрогает. Он даже коней не видал, и то жалко. А Хворостинский знаешь, что такое? Слышал. Слышал. Надо знать. Для этого надо много учить. А слышал такой Олья Отто и Юлия Шмидт? Слышал быстрее. Шмидт? Я тоже слышал. Кто он такой? Исакий. Исследователь Северного полюса. Когда был он студентом, он уже отличался от других. Таких масоны принимает в свои ряды. Он спросил профессора, чтобы быть человеком культурным, знающим, сколько надо просчитать книг и какие. Помогите. Кто-то ему составил список. Слушай внимательно, Ксюша. Болтаешь безумолку. Слышайте внимательно. Я же столько не буду жить, поэтому нужно выбрать нужное. Но выбрал нужное, осталось на 70 лет. Но я же еще и работать буду. Вот успей теперь остановить все просчитать. А что ты просчитаешь? Каждую минуту свободно у нас кто бывает? Фросе больше считает. Я очень много читаю. Ну вот я тебе говорю. У нас был Баптист Юра, Бодю фамилия. Он читал. Писание спросить не знаете. Содержание фильма рассказать не можете. Стихи на память не читаете. Стихи каких-то по этому знаешь? Маяковского. Кого? Маяковского. Ну давай, считай. По длинному фронту куфе и кают. Чиновник учтивый движется. Сдует паспорта, и я сдаю свою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта. С другим отношения пылевые. С почтением берут, например, паспорта звукспальным английским левую. Дальше я не помню. Я учил его, я уже забыл. В школе задавали учить. Мы еще из этого можем взять для себя. Для себя, что ты запомнил. А что ты можешь взять для себя? Ну что он очень сильно гордится своим советским паспортом. Да Маяковский Владимир Владимирович Луччин написал. Широкой штаниной там про паспортину. Да. Да. Надо знать стихи такие, которые человека делает лучше, приближая к Богу. Ты слышал Державин такого? А кто он такой? Как звать и лечать? Гавриил Романович. Это мы можем сказать эстафету он передал Александру Сергеевичу Пушкину. Он говорит, старик в Державе нас заметил и в гроб входя благословил. Вот у него есть Ода, Бог. Бог Ода. Я ее поместил в трехтомнике у меня здесь. Да вот один из декабристов, Кихельбекер. Он писал, да полно те. Да понимал ли Гавриил Романович, что он написал. То есть он написал то, что выше человеческого разума. Он написал о Боге. Все. Как он по писанию идет. Даже было сомнение. Тоже писатель, поэт. Что он понимал лишь, что писал. Или рука водила, и он не понимал даже сам. Вот кто такой Державин. Атючев. Федор Иванович. Ну я уж не говорю там. Таких, которых мало кто знает. Перешковский. Алексей Толстой. Не Лев, а Алексей. И даже Диккенса. Ты у меня, вот если бы видел, ты 26-й том открытым оком. Я там употребляю постоянно. На каждый вопрос, который мне студенты задают, 6 поэтов. 6 поэтов. Это 300 поэтов за 300 лет, что говорили. По определенной тематике, определенное стихотворение. Понял, что это такое? Это 20 тысяч стихов. Из них я всегда, ну, в нужное место. На каждый вопрос 6 поэтов. И каждому стихотворению вставили фигурку в священном писании. Вот тебе показать такое? Он у меня лежит здесь том. Можешь купить. Так, ребята, все. Все на выход. На работу. Библиотеки были на руки выдавать. На работу. Беру по мне. Библиотека, я вас сразу с металей. Приложку. Ну или парамет, и вы заклали. Анюта, одевайся, пыльди. Анюта. И там поэтов, и их биографии. И там же их фотографии. Еще и сывание надо. А вы читали Дикинса, Чарльзу Дикинса? Ну, конечно. Ты что из него знаешь? Водят, есть, что там еще. Ну, пошли далеко. Работать. Давайте, работайте туда. Помогать вам надо, нет? Ну, только если только подгонять. Подгонять. Так, еще ты, Ваня, тут. Давай, это Паш. Вперед. Давай. А как они? Без тяпки работают? Могут разуться? Да, без тяпки. Там тяпка нельзя. Ну, ладно, давайте. Ваня уже вон умудрился, куст вырвал. Картошки. Ну, а что, не вырвался. Ваня? Ну, вот этот, да. Вот этот? Он говорит, я думал сорняк. Я думал, это сорняк. Давай. Ты думал сорняк. Да так можно глаза зажмурить и голову человеку оторвать, не заметишь. Я подумал, что дерево, скажешь. Давай. Тут уже маленько, а тут подходить не можешь. Все, Фарс, приступай. Так, Фарсений, давайте. Покажите, на что вы способны. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Вот этот. Я всех зубов потерял. Где ты их потерял? Я, Володя. Ну, иди собирай, значит. Что ты их? Я, Володя. А? Я завтра. Все, давай, полите. Так же продолжайте полоть. Арсений, не стой, не стой. Продолжайте. Чем дольше вы задерживаете, тем дольше будем тут. Потому что два раза работают. Лера, все идет. Лера, работай, работай. Да я вам. Значит, идти собирать. Вот тут собирают жуков у нас и пропалывают между гвездами. Потому что трава опять выросла. Мы тут уже окучивали все, делали. Жуков очень много. Вон они насыпаны. Сюда иди, Тимофей. Вон, собери этот жуков всех этих. Вон, собирать. А какие жуки. Как ягоды. Толстенькие такие. Как они любят нашу картошечку кушать. Мы ее и сами любим кушать. А кто любит кушать корешки? А они любят кушать вершки. Единственное, на котором мы увидели насекомое, которое бородится с этим колоразским жуком. Это саранча. Это увидел Нестор или Ваня, вдруг кто-то из них увидел первый. Поза в том году. Лера, много болтаешь. Не стоим, не стоим, Арсений, не стоим. Слава Богу за все. Слава Богу.